Здарова, щебы! Сейчас мы вам поясним, как надо, чтобы было активно, дерзко, молодежно. Фонари зашква! Показывают повороты для пи***ров. Чуткие пацаны не вешают на себя блестяшки. Будь как нигде, не заметен. Уже записывает? Раз, раз, два. Это вторая серия из цикла, где мы делимся опытом безопасной езды на велосипеде. Строим из себя очень умных и все такое. И в этой серии мы более-менее подробно остановимся на моменте заметности. На дороге. Все, поехали. Ну привет. Итак, даже доскональное знание ПДД никоим образом не подсвечивает вас на дороге и не делает заметным на большом расстоянии днем. Возникает вопрос. Что делать? Нужно быть заметным. Логично? Логично. А вот как этого добиться, сейчас мы постараемся максимально подробно и наглядно рассказать. Начнем с велосипеда. Согласно ПДД, он должен быть оборудован спереди белым фонарем или фарой для движения в темное время суток, сзади красным фонарем или светоотражателем. В теории, за выключенные ночью фонари нас в ГИБДД могут оштрафовать. Однако, это только в теории. Потому что по большей части им на велосипедистов наплевать. А зря. Если хочешь и днем обозначать себя на дороге, то знай, свет от дешевых наборов фонарей толком не видно днем. Есть специальные, называются Day Flash. Но они, во-первых, дорогущие, а во-вторых, в наших магазинах их особо нет. С дневным временем все как бы ясно. В ночное же время, вне зависимости от того, где ты находишься, на проезжей части или на тротуаре, передний и задний свет строго обязательны. Во-первых, ты обозначаешь себя на дороге. Тебя видно издалека. Твое появление не станет неожиданностью. Твое появление не spikes! Твое появление пэ Bros. Во-вторых, ты сам будешь видеть в темноте, что впереди Хотя не все фонари позволяют прям хорошо видеть, но это отдельная тема для разговора Поэтому если ты хочешь порекомендовать какие-то проверенные фирмы Или просто похвастаться своим фонарем, ждем в комментариях Если соблюдать адекватную для поверхности скорость Даже в условиях слабого освещения есть возможность увидеть препятствие и среагировать на него Для обозначения себя совсем не обязательно покупать топовые штуки, которые будут Плавить асфальт, выжигать глаза, сбивать с неба самолеты Для этих целей вполне подойдет набор фонарей за полторы-две тысячи рублей В условиях города, где есть уличное освещение А если любишь кататься по паркам или за городом, то рекомендуем дополнить его фонарем ближнего света Маленький фонарь будет мигать и обращать на себя внимание А фонарь побольше будет светить тебе вот колесо и освещать тебе путь Передний свет белый Лучше направить не в глаза пешеходам, а куда-нибудь в ноги Мигание и так привлечет их внимание А за включенный на тротуаре стробоскоп, который лупит в глаза, нужно карать анально Вот когда стробоскоп работает, то расстояние до велосипедиста не видно То есть его очень сложно определять Его и так-то сложно определять в темноте А при стробе так вообще невозможно Стробоскоп был изобретен для штурма зданий Чтобы слепить противника, чтобы он не мог прицелиться А если обозначить себя на дороге для вас значит вызвать у людей приступ эпилепсии То у нас для вас плохие новости Ты нарушил пятый пункт изводного видео Задний фонарь Про его цвет сразу скажем Это либо красный, либо оранжевый А вот что касается режима его работы Это решать вам Можно моргать Можно моргать креативно Можно светить стабильным светом ПДД по этому поводу никак не высказывается Так что все на ваше усмотрение Моргая, ты раздражаешь водителей авто? Я их раздражаю и не моргая Не моргай, включи стабильный свет Я лучше включу восьмой режим моргания Да он же самый височий! Также дополнение ко всему на велосипеде можно разместить Световозвращающие наклейки Катафоты Да хоть новогоднюю гирлянду Чем заметнее, тем лучше Алиэкспресс предоставляет нам чудовищный выбор девайсов для заметности И на первый взгляд они кажутся очень крутыми и полезными Но на деле это не всегда так Китайский девайс, указывающий направление И вот показывающий границы велосипеда То есть ну вот как бы отсюда прям впритык видно Направление читаемо, но с трудом То есть мы вот указатель поворота мы видим А саму лазерную линию Вот она у правой ноги Виктора Вот теперь у левой ноги Виктора Я как бы с места водителя не вижу Вот девайс при свете фар Зазерную полосу я не вижу опять-таки Может в полной темноте и видно, но нет По поводу китайского девайса Который должен показывать поворотники Тут есть очень важный момент Что я когда еду за рулем Я смотрю на машины, на поворотники Потому что я знаю, что они там есть Я смотрю туда в сторону поворотника Где должно что-то мигать Когда я смотрю, соответственно, на поворотник Виктора Я не знаю, там у него поворотник Или у него там, я не знаю, зайчики какие-то скачут То есть я не ассоциирую вот эту вот боргалку с поворотником Лазерные указатели не видно от слова совсем То есть мало того, что они не яркие Так еще и угол зрения такой Что с водительского сидения их просто не видно То есть либо слишком далеко, и они теряются А когда уже ближе, то я просто по углу зрения не вижу Не вредно? Очень даже не вредно Если в вашей одежде или аксессуарах будут так или иначе присутствовать световозвращающие элементы Самый дешевый вариант Это светоотражающий жет из Leroy Merlin за 260 рублей Но это же не эстетично А то дешево, надежно и практично И видно тебя и днем, и ночью Также есть куртки полностью из световозвращающего материала Но и стоят они в разы дороже Сколько вы готовы вложить в свою безопасность? Решать только вам Если тебе все вышесказанное показалось перебором Ты должен понимать Мы просто перечислили варианты Выбери один и используй Шапку видно хорошо Макса видно плохо Светоотражающая куртка Вверх Тяп Видно хорошо Светоотражающая жилетка на Викторе Виктор и светоотражающий жилет из докатлона Тяп Тяп Отличный жилет Максы крафтовая сумка Оп Оп Жопа горит огнем Все нормально У Макса отражающий велик Тяп И вот они отражающие покрышки от Швальба Виктор и Катафоты Кстати достаточно бодро крутятся и в принципе светят А теперь дальним место посветить Еще больше все это отражает То есть Катафоты вот они прям реально работают в любом свете Обычно дешевый Катафот с заправки Совет Прикупите в докатлоне браслет за 150 рублей Дабы обозначать свои маневры на проезжей части более наглядно Итоги Первое Будь замятен Второе Фары Нужны И должны гореть всегда Но ясным днем Дешевые комплекты практически не видно Третье Спереди белый свет Сзади красный Четвертое Если едешь по тротуару Уважай пешеходов И не слепи их светом Пятое Заметная одежда Плюс к твоей безопасности Что сложного? Слово городской освещенности Что за городская освещенность? Еще раз читай Водителю грузовика Лазерные габариты Фонарика Еще раз Вот, да-да-да Бесполезный кусок камеры Запикаете Сценарий у него Виктор Такого Да он же самый бесячий Он же самый бесячий Он же самый бесячий Он же самый бесячий Он бесячий Он бесячий Да кидай ты смелее уже За что ты переживаешь? За его голову или за шлем? За шлем, конечно Давай я кину, я не переживаю за шлем.